Конечно, во всем мире женщины рожают одинаково, но вот обставлен этот процесс везде по-разному. Узнайте, где японки хранят пуповину, сколько тратят на роды и как добираются в роддом. Вот 10 удивительных фактов о родах в Японии. Первое. Первенца современной японки рожают в возрасте 32 лет, почти на 10 лет позже, чем их бабушки. Общая рождаемость с тех пор тоже снизилась почти в два раза. Интересно, что вне брака в Японии рождается всего около 2% детей. Для сравнения, в скандинавских странах больше 50. Второе. 98% японок рожают в ближайшем к дому больнице, причем добираются туда самостоятельно. Почувствовав первой схватке, женщина берет с собой все необходимое для малыша и едет в родильное отделение на машине или такси. Скорая помощь на такие вызовы не приезжает. По мнению японских врачей, роды – это не болезнь и не травма, а рядовое событие. Третье. Японцы считают, что безопасность родов во многом зависит от того, насколько женщина в теме. Для этого проводят специальные тренинги среди беременных, демонстрируют обучающее видео, устраивают экскурсии по родильному отделению, объясняют принципы работы различных приборов – от аппарата КТГ до акушерских щипцов. Это так называемый имидж-тренинг, который японские акушерки переняли у спортсменов. Четвертое. В Японии практикуются и роды в воде, и вертикальные роды. Помещения для них обставлены в национальных традициях. Водные роды проходят в комнате, похожей на ванную при горячих источниках. Непременный атрибут свободных родов – родильная с татами, специальным матрасом. Пятое. Некоторые перинатальные центры позволяют сохранить после родов часть поповины в специальной деревянной коробочке. Японцы верят, что она отгоняет от новорожденного злых духов. Но многие больницы в таком сувенире отказывают, боясь появления микробов. Шестое. Мама и младенец обычно проводят в больнице 5 дней, если это первые роды, и 3, если роды повторные. На второй или третий день для мам-новичков проходят занятия, на которых объясняют, как ухаживать за новорожденным ребенком. Кормить, купать, менять подгузник. А еще малышам в обязательном порядке дают витамин К. Он улучшает свертываемость крови. Седьмое. Самый лучший перинатальный центр Японии – это больница Фукуда. Эта частная клиника принимает рожениц из всех регионов страны, причем по очень умеренным ценам. Для рожениц приготовлены комнаты, больше напоминающие номера в дороговом отеле. Есть салон красоты, в котором новоиспеченный мамам сделают прическу, маникюр, педикюр и массаж для восстановления сил. В день после родов здесь предлагают соте из фуагра и запеченного на гриле морского угря. Один раз пообедать или поужинать можно в компании родственника или знакомого, для которого будет сделана отдельная сервировка. Восьмое. Роды не входят в число услуг, которые покрываются медстраховкой. За них платят из собственного кармана. Все японки и иностранки, постоянно проживающие в Японии после рождения ребенка, получают единовременное пособие в размере 420 тысяч йен. Однако общая сумма затрат на роды ворвируется в зависимости от региона. 586 тысяч йен в Токио, 399 тысяч йен в Татори. 9. Имя новорожденному должно быть дано в течение 10 дней после рождения. Родители пишут его чернилами и кистью на бумаге для каллиграфии, которую затем вывешивают у изголовья детской постели. 10. Оплачиваемый отпуск по беременности, родам и уходу за ребенком в Японии составляет 6 недель до предполагаемой даты родов и 8 недель после. Однако после него большинство женщин вынуждены оставлять работу и заботиться о ребенке до тех пор, пока он не пойдет в детсад или школу. Ясли в стране катастрофически не хватает. Молодой отец может претендовать на 3-5 выходных дней в то время, когда его супруга рожает. Роды – это только начало новой прекрасной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова